итак господа на столе у меня сотовый телефон от компании zte слову говоря меня зовут руслан модель у нас blade a3 2019 все бы ничего но телефончик у нас после влаги влагу мы оттуда уже благополучно вычистили но тачскрин у нас отказывается работать корректно после воды и все бы ничего но дисплейный модуль на телефон стоит порядка полутора тысяч рублей я бы делать его не стал вообще будь бы я хозяином это телефона выкинул бы вывести купил бы новый но в телефоне остались очень важные контакты которые нужно оттуда достать и ничего не остается как ремонтировать телефон ремонт будет стоить примерно столько же сколько стоит данный телефон на вторичном рынке поэтому выкручиваем все винты они здесь такие вот такие вот с резьбой то есть это даже не болты это саморезы и снимаем среднюю часть корпуса вот так телефон совсем чуть-чуть намок и этого хватило чтобы вывести из строя тачскрин вы скажете что есть подарок тачскрин до продажи есть тачскрин но у нас городе его к сожалению уже месяц нету поэтому было решено поменять дисплейный модуль в сборе отстегиваем шлейф тачскрина отгибаем его в сторонку он у нас уходит куда-то вниз далее шлейф дисплея и отклеиваем вот эту вот наклейку от шлейфа дисплея внизу у нас идет еще один шлейфик который идет вот сюда на нижнюю плату данная нижняя плата похоже очень на иной 2 light по моему который там не было я рассказывал то не видел видео по иное посмотрите на канале есть видос там я рассказывал про то что это мной тоже самый вертекс теперь пробуем аккуратно извлечь отсюда системную плату которая к слову сказать на защелочках от ковыряем одну защелку хуже уже корпусу ничего не будет а нам будет гораздо проще убираем системную плату в сторону далее этого товарища кидаем на сепаратор когда все подогрелось аккуратно приподнимаем тачскрин лезвием стараемся не повредить дисплей потому что хочу оставить дисплей себе клиенту он ни к чему а мне он вполне пригодится так как дисплей работает великолепно проблема у нас чисто в тачскрин можно было приклеить чисто тачскрин снять с модуля основу тачскрин но заморачиваться не хочу проще поменять модулем довольно толстое стекло значит тачскрине у нас здесь и сам дисплейный модуль такой довольно толстый забыл отклеить шлейф и все пока горячие довольно легко отсюда снимается вот так все ничего не повредили данная запчасть останется мне в коллекцию а клиенту пойдет новый дисплей стараемся по максимуму убрать старый клей чтобы потом новый дисплей лег более-менее ровно очень много мастеров этого не делают вообще приносят из других сервисов аппараты которых клей просто старый оставлен весь карточка нам больше не нужно лезвие также больше не нужно здесь у нас остаток который мы снять не сможем но он нам мешать не будет за кадром данный дисплей был протестирован дисплей у нас оригинал кто-нибудь видел дисплей оригинал на zte у нас имеется qr-код у нас тут все подклеено тут все заклеено дисплей оригинал теперь можем его спокойно вклеивать не забываем снять защитную пленку с камеры срываем наконец-то вот эту пломбу кстати от магазин не возвращает товар даже если он бракованный если это помпа повреждена то есть мне сейчас пришлось вставить сюда дисплей так чтобы он не лег в рамку если бы он лег в рамку пломба повредилась бы если бы дисплей был бракованный я бы уже обратно не вернул я считаю что это неправильно потому что все остальные магазины делают нормально можно вернуть что вы думаете по этому поводу пишите в комментарии почитаю будет интересно теперь вклеиваем дисплейный модуль после этого производим сборку у нас здесь целых три шлейфа дисплейный модуль ложится в рамку идеально не забываем подключить вот этот нижний шлейф иначе у нас не будет ничего ловить сеть подключается он довольно неудобно надо чем-то его поджать и толкнуть можно было придумать конечно что-то по интересней чем вот это все есть сейчас маленько подсохнет потом будем итак уложили обратно стенную плату протянули шлейфа коаксиальный кабель протянули возвращаем обратно наклейку самыми пусть она будет здесь мало ли что и закрываем среднюю часть корпуса так я не сказал по стоимости ремонта я тут не знаю ну 2 300 я возьму за данный ремонт вообще взял бы 2 на 500 2 700 но так как телефон такой довольно бюджетный и вообще не хотелось бы его ремонтировать возьмем 2 300 но на вторичке за 2 300 можно найти такой телефон вполне даже за 2000 можно найти рабочий постоянный телефон вот так вот припирая человеку чтобы вытащить контакты с телефона приходится переплачивать за его ремонт и это уже не первый случай когда такое у меня происходит обычно это происходит с планшетами расшибут планшет какой-нибудь x play hit которому стоимость там ну цена от силы ну рубль полтора может быть ну 2 ладно хрен с ним 2 расшибут так что расшибут и тачскрин и дисплей тачскрин замена тачскрин стоит у нас 600 стоило сейчас 800 но дисплей стоит 2000 то есть если дисплей с тачскрином эта пара пусть будет со скидкой даже 2 500 смысл делать такое устройство вот тут та же самая история но человеку приперло закручиваем брата все болты не перепутываем вот этот болт у нас другой там у нас резьба мелкая здесь у нас резьба крупная возвращаем аккумуляторы вот видим по аккумулятору что у нас попадала вода закрываем заднюю крышку и пробуем его включить есть картинка сейчас включается и проверь и так телефон запустился тачскрин работает вот эта часть тача не работала на старом тача теперь можно ввести пароль пароли к сожалению не знаю но задача выполнила тачскрин ожил телефон заработал теперь клиент вполне сможет свои контакты границ перенести вытащить и скопировать и станет счастливым а вам товарищи спасибо за просмотр с вами был руслан надолго не прощаемся скоро увидимся пока пока